Здравствуйте, уважаемые студенты! Тема сегодняшней лекции – оперативное управление производством автосервисе и документооборот на станции технического обслуживания. Сегодня мы рассмотрим следующий вопрос. Оперативное управление производством автосервисе, контроль качества выполняемых работ, документооборот на станции технического обслуживания и шиномонтажной работы на станции технического обслуживания. На всех станциях технического обслуживания существует единый порядок организации услуг, предусматривающий поэтапное выполнение всех работ – технического обслуживания, ремонта, отдельных узлов и агрегатов. Следующие этапы. Первый этап – прием заявок от заказчиков на услуги. Второй – прием автомобиля на обслуживание и ремонт. Третье – исполнение заказа. И четвертое – выдача автомобиля заказчику. Прием заявок может осуществляться при прибытии заказчика на станцию или по телефону. На данном этапе мастер-приемщик записывает сущность проблемы по желанию заказчика. При этом в заявке указывается фамилия заказчика данной автомобиля, сроки выполнения работы, наличие необходимых запасных частей проверяется на стадии приема предварительных заявок и обеспечивается к сроку диспетчерского распределения работы. Если потребность в запасных частях не может быть определена в момент оформления заказа, то это дело до начала его выполнения. Если нужных запасных частей нет в наличии, то их сразу заказывают. Предвидя задержку и срыв согласованного срока, мастер-приемщик должен предупредить об этом клиента. На втором этапе автомобили, прибывшие на станцию технического обслуживания, проходят мой. После чего мастер-приемщик осуществляет предварительную диагностику технического состояния автомобиля и информирует клиента о готовности станции выполнить работу. Оформляет наряд заказ, в котором указывается вид работ, а также их стоимость. После приемки автомобиль направляется на соответствующий производственный участок. В случае занятости рабочих постов, на которых должны выполняться работы, согласно наряд заказу, автомобиль поступает на автомобили места ожидания или хранения, а оттуда по мере освобождения постов направляется на тот или иной производственный участок по мере необходимости. В структуру типовых станций, в зависимости от их мощности, входят следующие производственные участки. Приемки и выдачи автомобилей, мойки, диагностирование, технического обслуживания, текущего ремонта, смазки, ремонта и заряда аккумуляторов, ремонта электрооборудования, ремонта топливной аппаратуры, агрегатно-механический, шиномонтажный, обойный, кузовной, малярный и предпродажной подготовки автомобилей. Это для станций с магазином. На небольших станциях, небольшие станции, как мы помним, это менее 10 рабочих постов на станции, некоторые однородные виды работ могут объединяться и выполняться на одном участке. Подробно о способах организации работ на каждом участке можно прочитать в работе на польского. Если в процессе выполнения заказа выявляются дополнительные дефекты и неисправности автомобиля, то они вносятся в наряд заказа и устраняются после согласования с клиентом. После выполнения всех работ, указанных в наряд заказе, осуществляется технический контроль качества выполненных работ. При этом может быть опробование автомобиля на ходу. На выполненные работы по техническому обслуживанию и ремонту установлены следующие сроки гарантии. Техническое обслуживание 10 дней, текущий ремонт месяц, окраска кузова 6 месяцев. Станция технического обслуживания безвозмездно устраняет дефекты, выявлены в течение гарантийных сроков при соблюдении заказчиком требований по эксплуатации и уходу за автомобилем. Передача автомобиля его владельцу сопровождается рекомендациями по эксплуатации отремонтированного узла, агрегата или отдельной детали. Если на станции обслуживания производится продажа автомобиля, то поступивший на станцию автомобиль направляется на участок предпродажной подготовки. А оттуда уже в зону хранения и магазин. Необходимо подчеркнуть, что организация производственного процесса на станции технического обслуживания осуществляется в постоянно изменяющихся условиях. Это объясняется специфическими особенностями самого производства на указанных предприятиях, отличающих его от производства на предприятиях других отраслей. Такими особенностями являются 1. Преобладание ручного труда, который часто не может быть механизированным. Отсюда следует неодинаковая трудоемкость в выполнении одних и тех же операций. 2. Неравномерность входящего потока требований по часам суток, дням, недели и месяцам. 3. Неравномерность входящего потока по номенклатуре работ, маркам автомобилей и последовательности их поступления. 4. Разнообразие потребностей в запасных частях, которые часто выходят за рамки, имеющиеся на складе станции технического обслуживания, номенклатуры запасных частей. 5. Индивидуальность каждого заказчика, что запрудняет выполнение стандартных ремонтов или обслуживания автомобилей. 6. Особенность станции должна придерживаться того режима работы, который соответствует спросу, то есть удобен клиентам. 7. Организация производства должна основываться на потребностях клиентуры. 8. В этих условиях высокая эффективность производства на станции может быть достигнута двумя основными путями. 9. Первый путь – формирование производственной программы по техническому обслуживанию и ремонту, предусматривающей определенный объем и номенклатуру работы, и должно осуществляться после тщательного изучения спроса на услуги. 10. Второе – совершенствование оперативного управления производством. 10. Оперативное управление производством на любом предприятии осуществляется по ходу производственного процесса в масштабах короткого отрезка времени. 11. Оно включает в себя оперативное планирование, оперативный учет, оперативный контроль и оперативный анализ. 11. Оперативное управление производством на станции технического обслуживания имеет исключительно важное значение в обеспечении высокой ритмичности ее работы, 11. Которое способствует рациональному использованию основных производственных фондов, а также рабочей силы, снижению себестоимости услуг и увеличению прибыли, а также рентабельности. 12. Рассмотрим возможности реализации всех составляющих оперативного управления на станции технического обслуживания. 13. Оперативное планирование. Сущность такого планирования заключается в разработке плана графика работы станции на каждый месяц. 14. В данном плане графики должен быть указан объем услуг в денежном выражении на каждый рабочий день в течение месяца. 15. Объем услуг – это один из важнейших экономических показателей, ради которого осуществляется деятельность любого предприятия. 15. План график должен разрабатываться на основе заявок клиентуры и заключенных договоров. Он доводится до всех подразделений и всего коллектива станций в начале каждого месяца. 16. При этом каждый исполнитель должен четко знать свое место в реализации плана графика в соответствии с должностными обязанностями. 16. Одной из главных причин, затрудняющих составление графика работ на станции, является вероятностный, то есть случайный характер поступления заявок на выполнение услуг. 16. Поэтому в отдельные дни их может быть очень много и предприятие будет полностью обеспечено объемом работы. 16. В другие дни объем может резко снизиться из-за уменьшения числа заявок на услуги. 17. Таким образом, необходимым условием для применения плана графика и электричной работы станции является стабильный поток заявок клиентов на услуги. 17. Такие условия могут быть созданы лишь при наличии у станции договорной клиентуры. 18. Особенностью договора о техобслуживании и ремонте техники с предприятиями является то, что к нему обязательно прилагается график работы, который станция обязана выполнять. 18. Наличие пакета таких договоров является гарантией составления сводного плана графика работы станции на каждый месяц. 18. Каждая станция в этой связи должна стремиться к тому, чтобы пакет договоров обеспечил полное использование ее производственной мощности. 18. Наличие договорной клиентуры свидетельствует о том, что у станции есть гарантии своевременного поступления денежных средств за выполненные работы, 18. Поскольку оплата выполненных по договору работ по техническому обслуживанию техники производится заказчикам ежемесячно равными долями. 18. Наличие плана графика дает возможность для проведения оперативного контроля за ходом его выполнения. 18. Такой контроль, осуществляемый по ходу производственного процесса, позволяет принимать своевременные меры по устранению недостатков в работе отдельных постов, участков и станций технического обслуживания в целом. 19. Возможными причинами невыполнения производственной программы в отдельные дни могут быть сбои в поставках запасных частей и ремонтных материалов, 20. Отсутствие материальной заинтересованности у работников станции, в частности у мастера производства и слесарей. 20. Своевременное выявление причин и принятие мер по их устранению будет способствовать ритмичной работе предприятия, 21. Ну и соответственно улучшению экономических показателей его функционирования. 21. Значительное место в оперативном управлении производством на станции принадлежит оперативному учету. 22. Он должен осуществляться по ходу производственного процесса. 23. При этом по каждой операции учитывается время ее выполнения, то есть трудоемкость. 24. Запасные части и материалы, используемые в процессе ремонта и обслуживания автомобиля и другие затраты, необходимые для определения экономических и финансовых показателей работы станции, 24. Включая объем продаж, себестоимость услуг, прибыль и рентабельность. 25. Таким образом данные оперативного учета используются не только для контроля за ходом выполнения плана графика работы станции, но и при организации статистического и бухгалтерского учета. 26. Основным документом оперативного учета операций на станции является наряд заказа, который одновременно служит как договор, заключаемый между станцией и клиентом на выполнение определенных работ. 27. На ряд заказа должны быть указаны все необходимые условия такого договора, а именно 28. Фирменное наименование и местонахождение, организация исполнителя, фамилия, имя, отчество, телефон и адрес потребителя, дата приема заказа, сроки его исполнения. 29. В случае, если оказание услуг осуществляется по частям в течение срока действия договора, договор должны быть соответственно предусмотрены сроки оказания таких услуг. 30. Цена оказываемой услуги, также порядок ее оплаты, марка, модель автотранспортного средства, госномер, номера основных агрегатов, цена автомоторно-транспортного средства, определяемая по соглашению сторон, перечень оказываемых услуг, перечень запасных частей и материалов, перечень запасных частей и материалов, предоставленных потребителю, гарантийные сроки на результаты работы, если они установлены, 30. Другие необходимые данные связаны со спецификой оказываемых услуг, выполняемых работ. 31. Заказ-наряд – это договор между клиентом и предприятием о предоставляемых услугах, вступает в силу с момента подписания его клиента. 32. Своей подписью клиент подтверждает согласие с действующими условиями выполнения ремонтных работ. 33. На основе заказа наряда и прилагаемой к нему ведомости расхода запасных частей и материалов составляется точный и подробный счет, подлежащий оплате клиентам. 34. Наряд заказа заполняется в столе заказов работникам станции, который при непосредственном общении с клиентом выясняет неисправности автомобиля, пожелания клиента, определяет объем предстоящих работ и их ориентировочную стоимость, о чем сообщает клиенту, принимает решение о направлении автомобиля на тот или иной участок, предварительно связавшись с начальником участка. 35. По телефону на ряд заказа присваивается порядковый номер. Сведения о клиенте и его автомобиле заносятся в базу данных, в которые входят дата обращения клиента, принадлежность автомобиля, марка, его госномер, место регистрации, контактный телефон клиента. На ряд заказа обязательно указывается ориентировочная стоимость работы. После получения на ряд заказа клиент проходит вместе с автомобилем через контрольно-пропускной пункт и направляется на соответствующий участок. На участке его встречает начальник участка, либо мастер, который вместе с рабочими слесарями производит осмотр и дефектовку транспортного средства. Также он принимает решение о целесообразности проведения тех или иных работ и сообщает об этом клиенту. При этом мастер должен аргументированно, технически и грамотно обосновывать клиенту необходимость проведения данных работ, сразу оговаривая возможность возникновения скрытых дефектов. Например, при демонтаже узла или сборочной единицы, которые могут привести к возникновению дополнительных финансовых затрат. Из-за сложности ремонта и необходимости установки новых запасных частей. Мастер устанавливает срок исполнения работы. После согласования с клиентом предстоящих работ, мастер принимает автомобиль в ремонт и делает соответствующую отметку в наряд заказе. При долгосрочном ремонте автомобиля клиент и мастер подписывают акт приема-передачи транспортного средства, в котором помимо стандартного нормативного содержания содержится сведения о наличии в автомобиле зеркал, дворников, антенн, запасного колеса, домкратов, гаечных ключей и других сопутствующих материалов. В акте указывается также состояние марка и номер резины, техническое состояние дисков, внешне-техническое состояние автомобиля, то есть есть ли вмятины, царапины, уровень топлива в баке замеряют, уровень охлаждающей и тормозной жидкости. После внесения сведений об осмотре мастер принимает, а клиент сдает автомобиль. Один экземпляр акта приема-передачи и наряд заказ хранятся у мастера до окончания проведения всех работ. При долгосрочном проведении работ с клиентом обсуждается возможность предоплаты. После завершения подготовительных оформлений и согласований слесарь и ремонтники приступают к работе. По окончании ремонта клиент принимает работу, а мастер сдает ему на руки пропуск, наряд заказ и требования. Клиент получает гарантию на выполненную работу и на запасные части. После этого в столе заказов на основании фактически выполненных работ и израсходованных запасных частей выписывается счет. На наряд заказа проставляется штамп, и он сдается на КПП, контрольный пропускной пункт. После выезда клиента с территории станции наряд заказа возвращается в стол заказов для внесения в базу бухгалтерии. Большое значение в организации ритмичной работы станции имеет своевременное обеспечение производственного процесса необходимыми запасными частями и материалами. Данный вопрос мы с вами рассмотрим в отдельной лекции. Рассмотрим следующий вопрос. Контроль качества выполняемых работ на станции. Технический контроль является составной частью производственного процесса обслуживания и ремонта автомобилей на станции технического обслуживания. Он представляет собой совокупность контрольных операций, проводимых на всех его стадиях. От приемки автомобиля станции до выдачи его заказчику после выполнения необходимого объема работы. В зависимости от места в технологическом процессе технический контроль можно разделить на входной, операционный и приемочный. Операционный другими словами можно заменить как текущий, а приемочный – окончательный. Основная задача входного контроля заключается в определении дефектов, составлении перечни необходимых работ и определении технологически рациональной последовательности их выполнения. Входной контроль организуется на постах приемки автомобиля. Операции контроля выполняются мастером-контролером, то есть приемщиком. Основная задача операционного контроля состоит в проверке и оценке качества выполнения предварительных операций работы и определении возможности передачи автомобиля для выполнения последующих операций. Контроль проводят с целью предупреждения возможности появления брака, который так или иначе будет выявлен, и устранение которого потребует в дальнейшем значительных неоправданных потерь рабочего времени. Этот вид контроля предусматривает проверку качества жестяно-сварочных и подготовительных работ, выполняемых перед окраской, шлифовки коленчатого вала перед его установкой блок двигателя, ремонта заднего моста, коробки передач, амортизатор и другое. Операционный контроль организуется на производственных участках и в цехах станций технического обслуживания. На больших и крупных станциях его выполняют мастера отдела технического контроля. На средних и малых станциях, где нет такого отдела, функции операционного контроля возлагаются на старших мастеров и мастеров участков, цехов и на бригадиров. Основная задача приемочного контроля заключается в определении качества объема выполненных работ. Контроль организуется на производственных участках и постах выдачи. На производственных участках приемочный контроль служит для определения качества работ, выполненных на одном участке. При наличии отдела технического контроля его осуществляют контролеры данного отдела на средних и малых станциях, мастера участков или бригадиры. Наряду с этим в процессе контроля проверяют соответствие фактически выполненных работ, перечисленных в заказ наряде, состояние узлов, агрегатов и систем, обеспечивающих безопасность движения автомобиля, комплектность автомобиля, правильность оплаты фактически выполненных работ и срок гарантии на различные виды работ. По окончании дополнительных работ производится повторный контроль. Контроль осуществляет в соответствии с технологическим процессом технического обслуживания и ремонта автомобилей. Результаты контроля заносит в талон контроля качества техобслуживания и ремонта, который выписывается мастером-приемщиком или техником стола заказов одновременно с заказом наряда и поступает вместе с ним на производственные участки станции одновременно с автомобилем. По отдельным видам работ, таким как проверка и регулировка углов установки управляемых колес, динамическая балансировка, мойка автомобилей, антикоррозионная защита кузовов и другим, по которым в ряде случаев заказ наряда не выписывать, допускается перевод исполнителя на самоконтроль. В этом случае после проведения работ исполнитель ставит в талон контроля качества штамп или свою подпись. Такие работы следует относить к работам в данном службе отдела технического контроля с первого предъявления. Периодически мастер отдела по этим работам осуществляет выборочный контроль их качества и определяет уровень качества работы исполнителя. Для оперативного анализа состояния дел по качеству работ отдельных участков бригад и станций в целом, а также принятия соответствующих мер по устранению брака в работе на основе талонов контроля качества технического обслуживания и ремонта, мастер отдела технического контроля составляет ежедневную ведомость качества техобслуживания и ремонта и ведомость дефектов, которые передаются главному инженеру станции. Документы обороты мы рассмотрим с вами в другой лекции. И следующий вопрос. Шиномонтажные работы на станции технического обслуживания. Шиномонтажные и шиноремонтные работы включают демонтаж и монтаж шин, текущий ремонт дисков колес и балансировку колес в сборе. А также ремонт камер. Ремонт покрышек, как правило, производится на специализированных шиноремонтных заводов или мастерских. На станции техобслуживания требуется как минимум два стенда – шиномонтажный и балансировочный. А также стенды для оправки литых и стальных дисков, компрессор, пневмоинструмент, электровулканизаторы, мойки дисков и колес, пара домкратов или пневматический подъемник с низким подъемом транспортного средства. Шиномонтажное оборудование характеризуется быстрой окупаемостью. За счет того, что автовладельцам необходимо регулярное обслуживание, полный комплект оборудования может окупиться всего за один сезон переобувки. Тем более, что грамотно укомплектованный шиномонтажный участок будет работать не только в сезон, но и в другое, в любое время года. Бывают автоматические и полуавтоматические станки шиномонтажные. В полуавтоматических станках опускание шиномонтажной лапки происходит вручную путем нажатия на вал сверху. Фиксацию осуществляет механическое устройство. Автоматически происходит лишь вращение стола путем нажатия педали. Поэтому такие станки называют полуавтоматическими. Посмотрите, пожалуйста, рисунок 1. В автоматических станках опускание лапки вращения стола имеет пневматический привод, поэтому они называются автоматическими. На рисунке 1 представлен станок шиномонтажный полуавтоматный. Этот станок полуавтоматический. Он предназначен для сборки, разборки колес легковых автомобилей и легких грузовиков. Стенд демонтажа шин с поворачивающимся плечом, боковое перемещение которого позволяет легко и точно установить разбортировочную головку. Снабжен специальным механическим стопором, который удаляет головку от борта обода по вертикали. Удаление по горизонтали получает поворотом бокового маханика. Следующий у нас шиномонтажный станок российский. Это рисунок 2. Кроме набора стандартных функций, с помощью данного станка появилась возможность оперативно производить накачку и подкачку колес легковых автомобилей. Основной особенностью стала функция накачки до установленного уровня, контроль утечки воздуха из шины. С помощью цифрового индикатора оператор или автомеханик может задать конкретное давление в шине от 0,5 до 4,5 бар. И станок все сделает сам. Погрешность в расчете нужного давления составляет не более 0,05 бар. Время накачки шины зависит от ее размера, требуемого давления и компрессора, но не превышает 2 минут. Также появилась возможность поддержки работы двух мастеров, что в свою очередь повышает скорость выполнения работ ровно в 2 раза. Очевидное преимущество данного станка – это повышение проходимости клиентов и соответственно увеличение дохода за конкретно взятый отрезок времени. Существует большое множество видов балансировочных станков. От самых простых – это ручной привод, ручной тормоз, ручной ввод параметров и так далее – до балансировочно-диагностических стендах, где все процессы происходят в автоматическом режиме. Самые распространенные требования, предъявляемые к балансировочным станкам – это возможность балансировки как стальных, так и лютых дисков, точность балансировки не более 1 грамма. Станки, удовлетворяющие этим требованиям, можно отнести к среднему классу, доля продаж которых составляет около 80%. Станки этого класса можно разделить на автоматы и полуавтоматы. По аналогии с шиномонтажными станками автоматический стенд требует меньше физических затрат от оператора, тем самым повышает производительность труда и скорость обработки одного колеса. Поэтому при выборе станка следует учитывать примерный поток автомобиля. На рисунке 3 представлен балансировочный стенд 5-го поколения, производства «Россия». Балансировочный станок построен на новейшей элементной базе и обладает самым современным набором функций и сервисных программ для точной и быстрой балансировки колес любыми типами ободов. Производит автоматический ввод двух геометрических параметров колеса. Лицевая панель с мембранной клавиатурой образует удобный долговечный интерфейс с дополнительной индикацией диаметра и ширины балансированного колеса. Существует на шиномонтажных участках дополнительное оборудование, например, домкрат под котлом. Наиболее удобный для данного вида работ. Домкрат оснащен длинной съемной ручкой, что снижает приводное усилие и обеспечивает возможность проводить операции с домкратом стоя. Также на некоторых домкратах имеется педаль быстрого подъема. То есть при нажатии на педаль домкрат сразу поднимается до высоты нищего автомобиля, что существенно экономит время и усилия механика. Грузоподъемность таких домкратов должна быть не ниже трех тонн. Следующее оборудование – вулканизатор. Он предназначен для вулканизации местных повреждений камерных и бескамерных покрышек легковых и грузовых автомобилей. Вулканизация камер и других видов ремонтных работ, связанных с вулканизацией резины. Принцип работы похож на принцип работы пресса, то есть камера, с заплаткой зажимается с двух сторон для плотной склейки в заплатке с камерой. Помимо этого, в поверхности, между которыми зажимается камера, встроены нагревательные элементы, что необходимо при ремонте методов горячей вулканизации, другими словами – спайки. Следующее оборудование – компрессор. Наиболее применяемые на станции технического обслуживания компрессоры – это поршневые компрессоры с давлением не менее 10 бар, так как рабочее давление шиномонтажного станка составляет 8-10 бар. Следующее оборудование – гайковер пневматический. Необходимыми функциями являются удар реверс. Также необходимо знать, что воздух, используемый для пневмоинструмента, требует подготовки. То есть в пневмолению между компрессором и инструментом устанавливают блок подготовки, который состоит из фильтра-осушителя, он удаляет влагу, и лубрикатор для дозированного добавления масла в воздух, для смазки внутренних частей пневмоинструмента. Без установки данного блока работать можно, но такой инструмент снимается с гарантии, и никто не гарантирует долгосрочное использование данного инструмента. Существует также ванна для шиномонтажа. Она предназначена для проверки камер и бескамерных шин на герметичность, поиск проколов, порезов. Ну, ванна для шиномонтажа не является обязательным оборудованием. Существует и ручной инструмент для шиноремонта. Такой инструмент, например, шило водное для жгутов, шило спиральное с напильником, приспособление для вставки вентилей, ролик для прокатки заплаток, скребок, нож для снятия самоклеющих грузов и так далее. Без этого инструмента можно обойтись, но это очень удобное оборудование. Также существуют расходные материалы для шиноремонта и балансировки. Здесь необходимо будет не забыть приобрести такие материалы, как балансировочные грузики, заплатки, грибки, сырой резин, вентили, жгуты, клеиш на монтажную пасту, тальк, очиститель и так далее. По поводу шиномонтажного участка, шиномонтажных работ, выполняемых на станции технического обслуживания, хотелось бы предложить вам просмотреть видеоролик, называется «Шиномонтаж специализирован в дилерском центре». Всех на шиномонтаж. Очень часто в шиномонтажах вот этих обычных пристреливают так, что мы потом здесь вот такими ломами откручиваем, серьезно. Они же все на четверг, им главное, чтобы не открутилось. А есть определенный момент у каждого болта затяжки. Обычно всегда перетягивают. Лучше пусть оно намертво прикручено, чем оно отвалится. Но потом снимать – это большая проблема. Можно сорвать резьбу, болт. Потом либо высверливать, либо вообще замена ступицы идет целиком. Бывает, здесь висят по два человека вот на таких метровых трубах, чтобы хоть как-то сдернуть этот болт. У нас специализированное оборудование, согласованное с импортером. Также наше оборудование проходит сертификацию и калибровку каждый месяц. И мы можем давать гарантии на свои работы. После сезонного шиномонтажа у многих автовладельцев появляется вопрос – где же хранить резину? Конечно, можно хранить резину самостоятельно. Дома, на балконе, в гараже, в подвале, в кладовках. Но мы, как специалисты, рекомендуем использовать для хранения специализированные склады. Такой специализированный склад есть у нашего билетского центра. На этом складе поддерживаются специальные условия для хранения резины. Существуют специальные стеллажи, что может гарантировать сохранность вашей резины до следующего сезона. Если все-таки вы решили хранить покрышки дома самостоятельно, можно дать небольшие рекомендации. Не накладывайте резину домиком друг на друга. Это может привести к повреждению покрышек. Лучше всего по отдельности, либо же вставлять какие-нибудь проставки между покрышек. Это поможет сохранить геометрию, что не приведет к лишнему дисбалансу при решенном монтаже. Если резина собрана вместе с дисками и, соответственно, колесо накачано под давлением, то здесь спокойно можно накладывать колеса друг на друга. Так как внутри покрышки есть давление, то резина не деформируется. Рекомендуется использовать шиномонтажную пласту для облегчения посадки покрышки на диск. Скольжение происходит лучше. Шина быстрее одевается, вы экономите время. Плюс это в дальнейшем поможет легче вам его демонтировать. Все машины изначально завода приходят на летней резине. Советую заранее подумать о приобретении зимней. Ее можно купить в нашем автосалоне. Мы прилагаем несколько вариантов. Можете отдельно приобрести зимнюю резину. При покупке резины вы бесплатно получите шиномонтаж. Также при покупке автомобиля прошлого года зимняя резина будет в подарок. Есть также вариант сэкономить и взять колеса в сборе. При покупке резины на дисках, они уже будут сразу отбалансированы и собраны, вы сэкономите до 30% стоимости. Еще один вариант сэкономить. При покупке колес в сборе и оплате снятия установки колес от нашего салона получите бесплатное сезонное хранение. Это балансировочный станок. Служит для обстранения вибраций. Потому что один производитель вам изготавливает диски колесные, один производитель изготавливает резину. Когда вы эти две вещи совмещаете, получается одна деталь. Эту деталь нужно отбалансировать. В процессе эксплуатации автомобиля возможно повреждение диска из-за ям, кочек. Он немножко меняет свою геометрию, поэтому балансировка необходима. Но если не балансировать, сразу поменять, то в итоге может привести к повреждению в подвеске автомобиля, в подшипниках, в колесах. Мы продаем только оригинальные запчасти аксессуары. То есть диски – это не реплика, это не Китай. Это именно заводские оригинальные диски, на которые мы тогда даем гарантию, которые через два года у вас краска на диск не облезет. Это качество. В первую очередь, это качество. Да, они дороже, чем реплика для неоригинала. Но они и прочнее, надежнее и долговечнее. Сначала слабо притянуть, а потом проверить динаметрическим ключом. 12 килограмм затягивается колесо, болт один. Вот шкала. Нам нужен нолик, чтобы был на 120 ньютон в метр. Вот так протягивается колесо. Вот до щелчка. Все, никуда не отвалится, ничего не улетит. Не забывайте вовремя менять покрышки сезонные с лета на зиму. Всегда готовьте вовремя к зимнему сезону. Данные работы по шиномонтажу можно провести в нашем делесном концепте. Итак, просмотрев данный видеоролик, данный видеоролик ознакомил вас, как правильно хранить резюм для склада. Также, как эффективно производить те или иные операции при проведении шиномонтажных работ на станциях человеческого обслуживания. Сегодня мы рассмотрели множество вопросов. Итак, запишите контрольные вопросы по лекции. Первый вопрос. Какие виды работ выполняет отдел технического контроля на автотранспортных предприятиях? Второй вопрос. Какие документы относятся к первичным документам станции технического обслуживания? И третий. Это даже не вопрос, а такая мини-работа ваша. Все ставьте самостоятельно основное оборудование для шиномонтажного участка. А на СРСП мы с вами проверим правильность составления необходимого основного оборудования для проведения шиномонтажных работ. На данном слайде представлена основная и дополнительная литература. Спасибо за внимание. Лекция окончена. Продолжение следует...